А теперь обо всем по порядку. Аутизм – мир один для всех. Это проект благотворительного фонда Булата Утимуратова. За пять лет центры для особенных детей Асалмирас открыли в семи городах Казахстана. А сегодня такой появился и в нашей области. Местные власти предоставили помещения и взяли на себя хозяйственные расходы. А фонд Булата Утимуратова обучил педагогов и обеспечил центр самым современным оборудованием. Все это позволит детям социализироваться. Занятия бесплатные. О впечатлениях маленьких петропавловцев и их родителей расскажет о Игоре Мукашева. Они любят гулять и играть. Испытывают любовь, сострадание и радость. Только не смотрят в глаза и не откликаются на свое имя. Не болезнь и не приговор, а нарушение развития. Об этом в новом центре аутизма говорят педагоги и мамы особенных мальчиков и девочек. К сожалению, убедить в этом окружающих получается не всегда. Об аутизме долгое время не говорили открыто. Выявить недуг родителям было трудно. Информации мало, как и специалистов. Часто нарушения в развитии замечают в возрасте пяти лет. Так было и у сыновей Лазад Болтаевой. Старшему почти девять лет, второй на год младше. Дети не посещали сады. Сейчас один ребенок учится в коррекционной школе в первый класс пошел в возрасте девяти лет. Вы сами понимаете, что девять лет и первоклассник это как бы проблема в чем была? В том, что ребенок не говорил и трудно было его усадить. Мы вынуждены заниматься у платных специалистов. Бюджет семьи очень ограничен, так как средства не всегда есть на это. Потому что на ребенка тратятся большие колоссальные деньги. Тем более, если мы уезжали куда-то за пределы Казахстана или за пределы Петропавловска. Сумма и правда не маленькая. В Петропавловске за трехчасовое занятие женщина дает пять тысяч тенге. И так каждый день. Когда на кону будущая ребенка, ценности меняются моментально, говорят родители. К слову, занятия в этом центре бесплатные. Реабилитация во многом зависит от того, в каком возрасте ее начали, отмечают педагоги. Потому в новом центре большое внимание уделяют ранней диагностике. Мы здесь внедряем новую диагностическую систему АДОС-2, которая называется. Это так называемый золотой стандарт диагностики, который принят во всем мире и который используется, достаточно хорошо себя показывает. Вообще мы сюда также внедряем технологии, которые направлены на скринит. По официальным данным, которые дает Министерство образования и науки в настоящий момент, таких детей около четырех тысяч. Но по неофициальным данным, которые основываются на международных оценках, таких детей в Казахстане должно быть примерно около 60 тысяч. Аутизм. Мир один для всех. Это проект благотворительного фонда Булата Утимуратова. Они уже открыли центры для особенных детей в семи городах Казахстана. А сегодня такой появился и в нашей области. Он находится в одной из новостроек Петропавловска. На 500 квадратных метрах есть все необходимое для ранней диагностики и реабилитации детей. Мы здесь уже полностью укомплектованы для того, чтобы наши дети в поисках лучшего лечения и реабилитации никуда не выезжали. Вот здесь мы будем, здесь теперь в Петропавловске все это проводить. Ежегодно порядка 500 детей может посещать этот центр и получать соответствующие качественные реабилитационные услуги. Мы договорились о том, что в каждом районе у нас откроется по такому кабинету. Сегодня он открылся в Таиншинском районе. В остальных кабинеты поддержки инклюзии появятся до конца года. Это станет большой помощью для маленьких североказахстанцев с диагнозом аутизм. Их в нашей области порядка 400. Адаптироваться и социализироваться им помогают вот такие центры. Главное регулярно заниматься. Что мальчик особенный, мама Диаса заметила три года назад, ребенок не разговаривал. Его возили в лучшие медучреждения Казахстана и России, пока не узнали название недуга. После Диасу помогали в столичном центре Ассалмирас, там он проходил трехмесячный курс. Не получилось у нас ездить, так как у меня старший ребенок еще дома ходит в школу. Сейчас в данный момент ходим в кабинет коррекции в городе Петропавловске, в лес по Жамбула-Жабаева, 71А. И стояли в очереди целый год. Благодаря занятиям Диас начинает говорить, ходит в детский сад, играет с друзьями. Мальчик отлично социализировался. Полностью адаптироваться и не только Диасу помогут в новом центре. Помещение предоставили местные власти, сделали ремонт и взяли на себя хозяйственные расходы. А фонд Булата Утимуратова обеспечил центр оборудованием и обучил педагогов. Их здесь 10. В дальнейшем штат увеличат в зависимости от потребности. Кстати, работают в центре не только с детьми, но и с родителями. Аутизм центра «Сумирас» находится на первом этаже дома номер 80 по улице Жабаева. Вход со двора. Агири Мукашева, Ростан Тлежанов, Новости МТРК.